Утро на Болткоме 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 Языка, не знаю правильное слово языка, то есть текст некачественно написан, он выдает уже то, что, скорее всего, тот, кто его писал, не говорит по-латышски, и очень плохое качество текста. То есть это, скорее всего, просто через какой-то переводчик, автоматический перевод? И получается, что вот эти два самых главных, то есть, во-первых, это не латышский домен сайта, куда мы зашли по ссылке, который нам мошенник отправил, и второе, мы видим подозрительно какой-то некачественный текст, то есть не латышский, латышский с ошибками или составленные неправильно конструкции. Вот эти два признака должны насторожить человека. Это вот самые заметные, да, но, конечно, может быть ситуация, где, возможно, какая-то сеть аккоматов будет не в точке домейновой зоны, но это не так с этими, которые мы упомянули. Но это как бы важно понимать, где вы используете этот сервис, как он выглядит. Так же самое, как, например, было мошенничество в прошлом году Smart ID системой. Это тоже похожие схемы, где со Smart ID еще было намного хитрее работали эти мошенники, где они действительно звонили жертве по телефону и рассказывали, что они вот техническая служба Smart ID, и вот им кажется, что что-то не так с вашим аккаунтом, надо вот решить проблему, не могли бы уделить 10 минут. Вот человек психологически думает, что ему пытаются помочь, но на самом деле это мошенники, которые с ним на данный момент говорят. То есть, если мы опять вернемся к этой кампании мошенничества, которая сейчас проходит на эти жертвы Покоматов, пользователей Покоматов потенциальных, тогда там есть на самом деле 4 нюанса, которые уделять внимание. Этот домен, он должен быть такой, который вы распознаете, и, скорее всего, точкой LV-зоне. Это язык и качество его, как оно выглядит, как пытаются вас с вами там говорить. И, ну, как раз понимать сам нюанс сервиса, что эти сети Покоматов на своих интернет-сайтах не осуществляют денежные транзакции. Денежная транзакция или платеж денег происходит только физически подходя к Покомату. Да, и вот какие еще 2 нюанса? Вы сказали, что есть 4 нюанса. Два мы озвучим. Да, и, значит, сами эти Покоматы, если они с вами связываются, то это очень распознаваемый вид, как они это делают. Это или, может быть, какая-то электронная почта, или, если смс присылается какой-то, он тоже с номеров, которые регистрированы в Латвии. Но не с номеров, которые, может быть, с других стран, которые тоже происходят. Значит, вот, ну, возможно, кажется, простому пользователю очень много этих нюансов, но, если мы так посмотрим, то, в основном, они все крутятся локально в Латвии. Если мы видим что-то, что выдает себя, что язык, номерация, домейн не из Латвии, то это должно настораживать. А вот скажите, ведь раньше происходила сделка действительно очень просто. Люди созванивались, говорили, вот давайте встретимся в городе, у вас есть, значит, не знаю, компьютер, мы зайдем в кафе, я проверю, действительно работает лаптоп, все в порядке, я вам плачу наличными, мы разошлись. А вот каким образом может происходить, то есть, насколько можно спокойно переводить деньги в надежде на то, что вам отправят курьером или через Пакамат какой-то товар. То есть, одно дело, хорошо, 10-20 евро, тут, ну, может быть, можно рискнуть, но когда речь идет о каких-то суммах, там, 100-200 евро, как-то кажется очень, ну, странным и опасным, что вы переводите деньги незнакомому человеку и не можете проконтролировать, даст ли он вам желаемо или нет. Ну, да, вы, в принципе, очень правильно смоделировали и нет там никаких особых гарантий. Как может быть эти гарантии происходить, если, например, персона хорошо известна, но это тоже в очень малых случаях, скорее всего. То есть, вы, получается, все равно, если покупаете пользованную вещь, тогда покупаете его, скорее всего, с рук, и это происходит очень похоже, как вы смоделировали, заходя в кафе хотя бы, и говоря с человеком, но сейчас из-за пандемии даже это невозможно, да, и, ну, конечно, и, скорее всего, люди не делают это просто так, да, это вот данное время, к сожалению, как-то просят такие, на такие вещи идти людей. Ну, так что, то, что можно более безопасно делать все-таки, это если персона, которая продает какие-то вещи, но все равно это в основном происходит, как уже упомянули, с меньшими суммами, она более доверяет покупателю. Вот, например, бывают такие нюансы, где художники, например, продают какие-то вазы или свои какие-то изделия, которые стоят, ну, там, 20-30 евро, и они доверяют сети Пакоматов и покупателю, предлагая купить товар и заплатить за него только в случае его выбирания из Пакомата. Значит, продавец сам отдает свой товар в Пакомат, его доставляют покупателю, и в случае покупателя, когда он выбирает из Пакомата этот товар, он платит, и осуществляется эта купля-продажа, но все равно вы, как покупатель, не защищены, вы не можете пользованный товар проверить пред тем, как начнется им пользоваться. Так что тут это доверие все равно имеет место, да, и может быть, конечно, мошенничество. Так же, как в физическом контакте, как вы уже моделируете со встречей, это все равно или на рынке, или в кофейне, или где-то в другом месте вы встретитесь с человеком, который вам что-то будет продавать, и вы не сможете, скорее всего, все проверить, ответствует ли этот товар или компьютер тому, что вы ожидали. Так что, ну, если есть, конечно, возможность, тогда финансовая возможность, тогда все-таки покупать эти товары с продавцов, которые уже, ну, как с какой-то репутацией и именем, если нет, тогда пытаться как-то все-таки проверить. У меня очень важный тоже вопрос. Вот мы сейчас все время говорим о том, что люди, ну, вот покупают рук товары, но если мы покупаем товар в интернет-магазине, вот ведь для того, чтобы фирма, компания зарегистрировала интернет-магазин, там должны ли быть какие-то акцептируемые государством, проверяемые государством, ну, правила работы этого интернет-магазина, правильность транзакций, вообще, ну, вот какой-то момент этого доверия этому сайту, то есть получают ли, ну, вот, условно говоря, какой-то значок там интернет-магазин, что, да, здесь можно покупать? Ну, в принципе, условно так. Значит, какая-то проверка происходит тогда, когда юридическое лицо регистрирует какой-то интернет-магазин, например, и желает, чтобы происходили финансовые транзакции в этой среде, то есть в интернет-среде. Обычно это юридическое лицо или продавец должен заключать договор с третьей стороной, которая будет заботиться насчет этих финансовых транзакций, и обычно это не делает сам продавец. То есть это какая-то третья компания, которая специфически занимается как раз вот этими денежными транзакциями, делает это, соответственно, стандартными и безопасной практики, работает с конкретными банками, и тогда происходит эта сеть платежей. И вот как раз вот на самом деле самая большая ответственность безопасной денежной транзакции лежит вот на этой третьей компании, третьего лица, которая осуществляет эти денежные транзакции. То, что сам пользователь, очень важно, чтобы сам пользователь осознавал и уделял внимание, чтобы в любой момент, когда мы что-то пытаемся платить, отдавать свои данные, кредитные карточки, чтобы заплатить, все это должно происходить через безопасное соединение с этим сервисом. И всегда вот в браузере вы должны видеть, что есть HTTPS соединение, не просто HTTPS, что, ну, хотя бы в какой-то мере показывает, что соединение защищено. Вот я как раз и хотел сказать, вот в каких случаях можно вводить данные своей карточки? Вот когда человек все-таки, ну, мы понимаем, ну, не на 100%, но хотя бы, ну, вот, может быть более-менее уверен, что это безопасно. То есть вот этот HTTPS – это один из признаков того, что соединение защищено? Да, это значит, один из признаков, что физически просто пересылка данных будет защищена, но это еще не значит, что вы можете быть 100% уверены, что вы свои данные отдаете в благие руки, да? Ну, чтобы насчет этого удостовериться надо, ну, значит, очень сложно, на самом деле, если так честно, обычному пользователю удостовериться насчет этого, но в основном эти сервисы третьих компаний, их не так много, чтобы невозможно было бы их запоминуть. То есть есть эти PaySera, сервисы и другие названия этих третьих компаний, которых можно запомнить, скорее всего, и перед платежом связаться с этим магазином или своим банком, который вас обслуживает, и спросить, знаете ли вы, что эта компания, где я собираюсь покупать, легитимная, и я могу продолжать? То есть получается, что репутация этого интернет-магазина тоже имеет значение? То есть если я знаю, что, ну, люди уже совершали покупки, что это, ну, зарегистрирована компания в Латвии, и, ну, то есть получается, что это момент тоже доверия, то есть какая-то репутационная составляющая. Безусловно, но вот тут опять, к сожалению, из-за пандемии очень сложная ситуация, потому что вот очень многие малые продавцы или малый бизнес, он был спровоцирован переходить в среду интернета, и у них не будет этой репутации. Но это не значит, что они мошенники, правильно? Так что, ну, очень такие иные времена на данный момент, что вот эта репутация, к сожалению, не у всех возможна, потому что это что-то новое для них. Так что этот вариант, что пытаться вот во время этой покупки финансовой транзакции все-таки и самому пользователю что-то пытаться уточнить больше или связываясь с банком и пытаться какой-то диалог с ними вести или действительно связываться с продавцом и пытаться понять во время диалога, значит, мошенник или это нет. Но, к сожалению, так, если мы говорим насчет этих малых продавцов и тех, для которых интернет-среда совсем что-то новое. Но, конечно, как вы уже сами упомянули, такой золотой закон, если бы это были нормальные времена, то, конечно, покупать что-то через интернет намного безопаснее из тех, у которых уже есть долгосрочная репутация. Мы можем их распознать. Вы уже знаете, что другие ваши знакомые покупали что-то. То есть есть какая-то бэкграунд информация. Спасибо большое. Заместитель руководителя Центра предотвращения киберугроз ЦРТ-ЛВ Варис Тейванс сегодня с нами был на прямой связи. Спасибо вам большое за такой подробный, интересный рассказ. Удачного дня. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.